Три часа дня. Центр города и десятки молодых людей на глазах удивленной публики читают произведения великого классика Александра Сергеевича Пушкина. Под пристальное внимание молодежи попала повесть «Капитанская дочка», «Роман Дубровский» и «Сказки». Одно из произведений, которое часто читаемо и читаемо было сегодня нами, это письмо Татьяны Конигину. Я к вам пишу, чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать. Но вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. С творчеством Пушкина эти ребята познакомились еще в школе, но что поэт популярен и сейчас доказывает база данных областной библиотеки. Например, один сборник со сказками Пушкина за май месяц прочитали 25 человек. Столько же интересовались любовной лирикой. Пушкина читают и на казахском языке, у нас есть отдел иностранных языков. Там Пушкина можно прочитать и на немецком, и на английском языке. То есть Пушкин и сегодняшний актуальный поэт, который читается. Для любителей творчества поэта – специальная выставка. Здесь собраны самые известные произведения Пушкина. Изучать роман Евгения Онегина, лирику, шимкенцы теперь могут и в переводе. Я люблю произведения Пушкина не только на русском, но и на казахском языке. Поэтому я прочитываю вам на казахском языке его одно произведение. Называется «Телек». С теплотой в голосе студенты-школьники вспоминают строки любимых произведений, ведь не одно поколение выросло на сказках Пушкина. У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе дом. И днем и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругом. 6 июня на родине поэта с прошлого года введен праздник – День русского языка. Филологи Шимкента уверены, к живому слову Александра Сергеевича Пушкина никогда не зарастет народная тропа.